Приветище! Это таверна-симулятор и мою таверну спёрли! Её нету! Ты прикинь, пустошь! Где моя таверна? Где моя таверна? А таверна-то моя! Смотри-ка! У нас сегодня праздник! Ну как сегодня? Вообще весь месяц, походу, праздник будет. Украшательства, флажки вот такие, белосиние. Красиво! Тут у меня велкам, солнышко. Короче, Октоберфест! Для тех, кто не знает, Октоберфест это пивной фестиваль, который проходит в Мюнхене, то есть в Германии. Красиво разукрашены стеночки, всё украшено, балдёжно, великолепно. Даже, ты посмотри, доставчик с кружкой Эля наверху. Красота неописуемая. Помимо всех вот этих украшательств у нас появились новые точки интереса на карте. Где-то вот здесь вот что-то появилось. Ну и нам нужно добить задачу подать и колбасу. А ещё, смотри, у нас новые посетители. Эй, счастливого Октоберпира! А что такое Октоберпир? Это наш самый весёлый праздник, когда всё королевство собирается, чтобы отпраздновать урожай пива. В этот день надо забыть все заборты и веселиться. А что такое заборты? Может, все заботы? В общем, тогда и вас праздником празднуем. Отмечаем. Пойдём, кстати, зайдём к нашим знатам. У них тут тоже всё разукрашено. И картина. А, картина, по-моему, была. У знати тоже всё круто. По-моему, гоблин хочет сбежать. Он посередине стола стоял, а теперь уже к краю поддвигается. Значит, сейчас накормим. И пойдём с тобой смотреть, где находится тайник, который в прошлой серии мы с тобой не нашли. В комментариях мне подписали, что я бегал возле этого дерева. Там была кучка земли насыпана, которая, скорее всего, и скрывает под собой тайник. И вот мы сейчас это проверим. Про меч мне тоже писали, что его нужно переместить к знати куда-нибудь туда. Типа, не гоже, чтобы он так висел на выходе. К чёрному выходу, к туалету. Это же, блин, всё-таки мастер-меч. То есть, не круто. Вот. Тут у нас тоже, кстати, всё обвешано. Даже чучело нарядили. Глянь сюда. О, ему как мило налили тоже кружечку Эли. Забавно. А тут что? Погоди, а этого не было. Здорово, мужик. Сколько денег. Ничего себе, заглянул за двор. Я просто сейчас граблю мужика. А чего у него деньги так на распашку валяются? Ты куда ехал? Давай я за лошадью твою уберу. Ты куда ехал, дружочек? Рассказывай. Я вёз делегацию из Альбингарда на фестиваль, но быстро напился. Этим замечательным пивом по пути. Кажется, что-то пошло не так. Рыгает, сидит. Ну да, у тебя явно что-то пошло не так. Залезть никак. Ладно. Потом. Новый уровень. О, кто-то уже ушатался. Набухался. Смотри, тут у меня вот такие вот таблички октобер ферст, точнее флажки висят. Тоже забавненько. Карта, карта, карта. Карта, карта. Правильно ли? Где здесь моя таверна? Вот, скорее всего, вот эта таверна. А, ну да, мы здесь были. Точно, точно. Это поля, поля, поля. Вот дерево. Это кузнец. Ага, ага, ага. Всё, окей. А чё это ты какая-то белая? А чё ты белая? Офигеть. Первый раз они обычно всегда синие. У вас чё, жрачка закончилась? А, точно, жрачка закончилась. Ну вот, держите, кушайте. Если она белая, это значит, она проголодалась. Ну что, ещё водички набираю и побежали. Побежали в ночи открывать тайные места. Опа. Ой, а чё всё такое розовое? Шо, шо, это закат такой красивый у меня? Или там духи розовые какие-то распространились по моим полям? Может, это вообще яд какой-то, химикат? Непонятно. Ну вот, зашёл этот октоберфестовский чувачок и всё засрал. Ладно, сейчас я быстренько прочищу. А то не гоже брошать засранный туалет на ночь. Сейчас же все басрутся иначе. Всем приспичит. Так, кто-то к нам пришёл. Пойдём посмотрим. Кто тут? А, воды тебе надо, наверное, да? Держи, братиш, водички. Напейся, наконец-то. Сразу два лайка, это хорошо. А, ну да, конечно, у меня всё закончилось. Сейчас тогда быстренько тут всё подготовлю, и мы бежим. Вот и всё. Я всё разлил. В принципе, можно убегать. Единственное, надо прикрыть нашу таверну. И посмотреть, не поменялись ли какие-нибудь лого к празднику. Вывеска может у нас там красочная быть? О-о-о, подожди, подожди. Не-не-не-не-не. Вот это да. Вот это да, вот такую хочу. Так, дальше. Единорожка. О, Октоберфест. Пожалуйста, вот, мы его и оставим. У нас сегодня, как бы, вообще целый месяц Октоберфест. Грязный попок, заходите. Народ счастлив, выходит, пока трезвый. Ну, относительно трезвый. Тут всё облёвано. Странно как-то, да? Трезвый и облёванное всё заведение. Пойдём, короче, смотреть. О, кто-то в толчке. Октоберфест. Как ты там себя чувствуешь? Фу, там барышня попукивает. Ладно. Идём мы. Кстати, а как насчёт вояк? Они как-нибудь приукрасились? Нет, они обычные стражи. Они никак не украшались. Где-то здесь был тайничок. И я его сегодня обязательно найду. Ещё раз посмотрим карту. Ещё раз посмотрим на тех трёхглавых драконах. Окош, торчащих из воды. Какие всё-таки они жуткие. О, даже и там октоберфест. Значит, карту. Карту смотрим. Три камня, ёлка и там где-то клад. И это, скорее всего, вот этот дуб. Не знаю, почему там на карте была нарисована ёлка. Видимо, специально, чтобы нас запутать. Здесь камень, там камень, тут камень. Вот он, этот дуб. И вот оно, это место, которое таит в себе клад. Мы сейчас его раскапаем и смотрим. О, нифига себе, сколько. Соточка! Я получил достижение найти клад. Зашибись. О, и тут ещё ребята, смотри, приехали. Отдохнуть. Ничего себе. Ничего себе. Здорово. Как дела? Мне поручили следить за лошадьми. Стоп, а где же они? Может, заберёшь эту телегу и сделаем вид, что ты меня не видел? А я её реально могу забрать? Слушай, я её реально... Ха-ха, забрал телегу. Благодарочка. Так, так, так. А ты что тут делаешь? Дровосек, вроде бы как. Здорово. Оставайся с нами. Мясо скоро будет готово. Ещё чуть-чуть. Но у меня там своё мясо хватает, поэтому... Жарь. Ребята, вы тут шашечки рубаете, да? Да, эль попиваете. Да, колбасочку, походу, у меня где-то прикупили. Ох, и достанется мне от жены, когда вернусь домой. Никто никогда не догадывается, куда я спрятал свой выигрыш. Погоди, неужели это твой выигрыш? Мы сейчас сундучок вон там вот откопали. Туалет на бумагу, барышень. Денюжка. Возьмём. Кстати, тут больше нигде денюжки и монеточки не валялись. Привет, девчули, как дела? Да здравствует фестиваль. Да здравствует фестиваль. А нет, вот оно, другое что-то говорит. Мы решили встретить этот светлый праздник на природе. И знаешь что? Я ни о чём не жалею. Нифига себе, светлый праздник. Это какой-то синий праздник, а не светлый. Набухаться. Чё тут светлого-то? Вообще-то я из культа трезвенника. Как я здесь оказался в таком виде хорошего вопроса. И рыгает, сидит. Приколенько. У вас тут яйца даже есть. Я, кстати, яйца в своей таверне не подаю. Ну что? Основное, ключевое, что мы хотели, сделали. Тайник найден. И, возможно, это тайник. Мы выяснили, чей. Он, наверное, очень расстроится, когда пойдёт его забирать обратно. И ещё идём мы, знаешь, куда? К чуваку, который сидит у костра. В комментариях написали, что это отсылка Dark Souls. Ну и в комментариях ещё также писали, что ну не похож этот чувак на Наруто. А вот это вот, вот это вот, смотри. У него знак скрытого листа. И тут у него сверху тоже... А! А тут сверху у него перечёркнуто что-то. Ну, по крайней мере, от носа у него, как у Узумаки Наруто, идут вот эти вот чёрточки. Три чёрточки в одну сторону, в другую, как будто усики кошачьи. Так что это явная отсылка к Наруто. А там был всё-таки Саски. Вот. Вот он, этот огонёк. Там вот меч и сидит странник-призрак. Это отсылка Dark Souls. Однозначно, потому что там у костра сохраняться можно. Это как типа чекпоинт. И каждый раз, когда ты выдыхаешь, ты возле костра появляешься. Что мы тут могли сделать? Я тогда не понял. Оказывается, мы можем с ним поговорить, с этим призраком. А! Я и тогда же с ним разговаривал, но он три точки. Значит, что-то другое здесь надо сделать. Что-то другое. Что же тебе нужно? Надо как-то разжечь, наверное, костёр, слушай. Каким-то образом. Говорили, сюда мастер меч притащить ещё. Но нет, здесь меч есть. И он как бы не призрачный, он нормальный. Просто что-то... Что-то, наверное, сюда нужно принести. Может быть, Эля? У Шрека на болоте всё по-стариночке. У него нет никакого фестиваля. Ничего он тут даже не украшал. Он, по-моему, плевал на всех с высокой колокольни. Главное, чтобы его никто не трогал здесь. Ага! А, вот и ещё одна точка интереса. Здесь даже есть письмецо. Лошадка живая? Живая. Почитаем. Союз пивоварин-эдгардин. Традиционно в честь фестиваля вы должны обеспечить доступ к свежайшему Элю во всех уголках королевства. Мешочек, мешочек. Ну как бы... А, вон чувак стоит. Я его даже не приметил. Мешочек нельзя стрелить. А вот бочку Эли я спёр. А меч? А меч можно? Нет, меч нельзя. Увы и ах. Пойду к чуваку ещё подойду. Я никогда не переходил этот мост. Интересно, что за ним? Мне тоже любопытно. Здорово. Меня не предупредили об аварии на масте. Придётся отменить доставку пива. Забирай себе, пока оно не испортилось. Я предпочитаю трезвый образ жизни. Спасибо вам. А почему ты похож на... Слушай, он из Годов Вора похож на Кратоса. Ничего себе. А где твой сынишка? А эти... О, эти бочки тоже можно забрать? Нифига себе, я обогатился на несколько бочек Эля. Здорово, что тут мост перекрыт. Ну всё, ладно, я побежал. Мне надо дела делать. Вернулся отец после длительного отсутствия домой. Наследили мне тут. Такое ощущение, как будто мои феи тут вечеринку закатили без моего разрешения. О, сразу орал, пришла. А мне нужно тут понять, куда я могу поставить повозку. Где она у меня будет стоять? Я могу здесь разместить? О, где-то здесь... О! Теперь у меня возле таверны повозка. Кстати, учитывая, что сейчас фестиваль, я же могу новые украшения в честь праздника прикупить. Давай посмотрим, что мы там можем купить себе. Праздничный набор. Бочка хмельная. Лоза. Ну, денег, в принципе, у нас достаточно. Давай вот этого купим. Вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. Также, помимо этого, всего хорошего и доброго. Сейчас я ещё тут наборы где-нибудь посмотрю. Зеркало нам не надо. Глобус зачем? Это всё неинтересно. Это неинтересно. Ладно, больше ничего не буду покупать, кроме... Кроме как ресурсов. Ну и, в принципе, наверное, всё. На 1460 золотых я заказываю. О! Новое задание появилось. А, ну да, я колбасу всю подал. Теперь мне надо подать супа 30 и подать мясо 30. Ну, обалденно, конечно, вообще. Я собрал сет для того странного призрака. Может, ему что-то и понравится из того, что у меня на подносе. И ещё доставочку заказал же. Пойду заберу. Заберу всё, что мне тут привезли. Так, ну, во-первых, что я хотел? Лошадь насрала. Давай же, убирайся. Вот так вот. Пойдём, короче, предложим нашему товарищу этому... Вот я ещё взял лампу. Может, ему лампа подойдёт. Также ещё клетку для птиц, но это уже в таверну. Сейчас не об этом. Нифига себе, смотри! Дуб! Моргающий! В последнее время у меня болит спина. А, так я из тебя же меч-то вытащил, точно. Мастер меч я из него вытащил. Я и не видел, что дуб живой. В принципе, и в Зельде же там тоже был дуб, который с нами болтал. Это прям вот конкретная отсылочка. Так, ну, старичок, знаешь, что у меня тут есть? У меня есть лампа, может, тебе это как-то поможет? Вот, лампа подойдёт? Нет, не подойдёт. Что ж такое-то? Почему костра у тебя нет? Может, дров ему принести? Точно! Ему, наверное, дрова нужны. Блин, как я до этого не додумал? Чего-чего-чего? Сначала положи поднос. Нет, из подноса я ему тоже ничего предложить не могу. Всё, пойдём, короче, за дровами. Точно! Эх, сейчас наколочу ему. Ну, спичку предложить я ему не могу. Огонь ему туда притащить не могу. Лампу уже попробовал, не получилось. Так что единственное, что к костру я могу ему предложить, это только дрова. И больше ничего. Ну, значит, вязанка дров. Пойдёмте со мной. Издалека кажется, что там уже костёр горит, но это всего лишь призрак. Сияет. Может, в определённое время к нему подойти надо. Вот, дрова держи. Нет, дрова ему тоже не подадут. Не подавайте им ни дрова, не надо в дрова. Что ж тебе нужно-то, а? Вот такое сияние прям. Непонятно, короче. Надо ещё голову поломать. Время вечернее. Я предлагаю, наверное, закрываться. И заниматься обстановочкой своей таверны. Всё, барышни, проваливайте. Нифига себе, как одна другую вытолкала. Итак, приступим. Приступим мы с чего? Ну, наверное, на пол поставим птичечку, которая будет петь у нас. У нас будет петь. Ну, конечно, узнать и. Узнать и. Обязательно. Если тут гоблин, то при входе вот тут будет стоять птичка. Которой, к сожалению, у нас пока что нету. Можно? Ты будешь у нас птичкой. Я тебя сюда смогу? Нет. Затолкать туда не смогу, увы. Жалко. Значит, нам надо где-то раздобыть птичку. Что у нас ещё есть? На стены. Значит, вот такая вот штука, куда мы можем её повесить. Где-нибудь. О, вот тут вот пустует место. Обязательно. Знати. Знати, мне кажется, хватит. Вот эту штуку. Ну, вот сюда вот давай ещё повесим. Теперь переходим в обычный зал. Физический предмет. Ну, тут обязательно бочку при входе. Лупанём. А её, кстати, на улице можно же поставить, да? Да? А почему бы и нет? Вот сюда можно её прям... О, отлично вписывается. По-праздничному. И ещё одна бочка будет у нас стоять вот тут на входе. Вот таким вот образом. Надеюсь, её никто не сопрёт. Фонарик поставлю здесь. Чё-то не ставится он. Вот. Отлично. О, плохо стоит. Плохо стоит. За палкой вот это неудобно. Давай вот сюда вот ты встанешь. О, вот так вот пускай стоит. На воздухе. Нормально. Крендель. Я бы его на входе, конечно, шлёпнул. Крендель на стол. Ясно. Давай крендель тогда здесь. Кто сюда сядет, тому будет закусон. Что ещё у нас есть? А, в принципе, и всё. Получается, больше ничего у нас нет. Пойдём лошадь разгружать, которая привезла нам припасы. О, войки. Спасибо. До свидос. А вот и барышня села к нам на крендельёк. Правда, не пиво пить, а супец с хлебушком поесть. Вот что значит фестиваль, блин. У меня всю стойку октоберфессы заняли. Ну, дела просто. У меня в глазах рябит одни двойники, близнецы. Ну, не, хотя борода разные. У кого-то вообще бороды нет. Причём они бухают вообще по-чёрному. По три кружки Эллен нафиг выпивают. Я уже догадываюсь, чем это всё закончится. Мне сейчас, походу, всю эту пьянь придётся самому выкидывать из своей таверны. О, уже один готовенький, смотри. Пошли, братьюнь, пошли, пошли. Это октоберфестился уже. Пора и на улочке немножко освежиться. И раз, два, и три. Полежи тут. О, кто-то даже на своих двух уходит. Ничего себе. Фея, ты чё делаешь? Зачем ты колбасу моешь? Её не надо мыть. Иди и отнеси её кому-нибудь. Сумасшедшая. Берёт и колбасу в ванночку с водой махает. Где грязную посуду моет? О. Видала? Вон, другая фея грязную посуду сюда приносит. Ещё один отплясался. Иди сюда. Эй. За углом тебя потерял. Вип. И улетел. Говорят, в колодец можно как-то скинуть. Но они туда не влезают. Просто по диаметру не проходят. Сейчас я, конечно, попробую. Аккуратненько. Вот ты висишь и ножками, 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 ножками. Вот так вот туда входишь, входишь, входишь. Не. Не входит он туда ножками. Они у него съезжают куда-то в сторону. Но вот. Вот так вот облокотиться он может. Нет. Так он не облокотился. Ну что ж. Я думаю, что на сегодня мы будем закругляться. Потому что контента становится всё меньше и меньше. И следующая серия, скорее всего, будет последняя. Поэтому на сегодня это всё. Если понравилось, если ты хочешь увидеть дальнейшее продолжение. И то, как мы будем улучшать нашу таверну до девятого уровня. То есть нам нужно восьмой прокачать и девятый. То с тебя лайк и подписочка. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»